Привет всем! Сегодня сделаем мандулу за копейки практически из мусора, которая собирается очень просто и легко. И при всем этом не надо будет использовать гравер или какой-то электроинструмент. Взял такую трубку диаметром 12 мм, немножечко и с одной стороны заточил. Беру корок из-под шампанского, можно также взять из-под вина и вот так вот просто начинаю вырезать середину. Немножечко вот так вот прокручиваю. Если тяжело идет, можно себе плоскогубцами вот так вот помочь. Получается очень ровная, красивая деталь. Немного отрезаю канцелярским ножиком. Слегка выравниваю на наждачной бумаге с обеих сторон. Шилом проделываю сквозное отверстие. Так же само прохожусь тоненьким сверлышком. Понадобится небольшой кусочек стальной проволоки. Лучше всего брать нержавеющуюся. Я использую диаметром 0,9 мм. Загибаю с одной стороны вдвое. Прикладываем к заготовке. Смотрим сколько нам надо. С другой стороны также фиксирую плоскогубцами. И так же само сгибаем, только уже в другую сторону. Теперь где-то посередине плоскогубцами зажимаем и свободным концом надо обкрутить вокруг проволоки где-то один-два раза. И так же само вторым. И в итоге получается такая конструкция. Я думаю рыбе тяжело будет ее разогнуть. И берем нашу проволоку и просаживаем внутрь корка. После того как просунув проволоку, можно увидеть, что между ней и короком есть небольшой зазор. Его надо убрать, чтобы корок при попадании в воду не начинал разбухать. Поэтому берем немножко соды и засыпаем в середину. Заливаем суперклей. Буквально крапельку. Сразу можно и покрасить эту часть. Буду красить лаком для ногтей. Взял проволоку немножечко потоньше, уже 0,5. Теперь складываю так же само ее вдвое. Измеряем теперь на тройнике. Вот так вот примерно она будет сидеть. Вот эта часть будет подсоединяться. И вот здесь надо опять согнуть. Таким вот образом. Вот так вот завели проволоку. И теперь просто вот этими концами надо вокруг ушка здесь обмотать. Несколько раз. Этот тройник надо чем-то закрыть. Можно взять корок, но я буду использовать пенопласт. Вырезаю той же самой трубочкой. Отмеряю сколько понадобится. И сразу крашу эту деталь так же самым лаком для ногтей. Все, когда сделали, одеваем на тройник. И последнюю часть приманки решил немножечко округлить наждачной бумагой. Просто берем вот так вот и легонько стачиваем пенопласт. Теперь понадобится немного простой оранжевой нитки. Складываю нить в несколько раз. И просаживаю в ушко тройника. Одеваем на тройник детальку, которую мы красили ранее. Ножницами обрезаю оранжевую нитку, чтобы получился красивый хвостик. Соединяю с помощью маленького колечка. Получилась такая мандула. Из корка и пенопласта. Так же можно сделать вот эту часть. То есть всю приманку только из одного пенопласта. Это уже решать вам. Я лишь подаю идеи. И так же сейчас посмотрим, как она работает, играет под водой. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новые интересные видео. Продолжение следует...